Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот тут оставлю свой инстаграм, подписывайтесь, если еще не подписывались. Не забывайте подписываться на канал, у нас совсем скоро на днях стартует новый сезон Турции своим ходом, едем в Питером. Я, Настенька, три маленьких ребенка, 6-4 года и 2 месяца, поэтому будет очень-очень интересно. И сегодня в этом выпуске я покажу вам, что мы заказали, что привезли, забронируем вместе с вами жилье в Турции, первое жилье на нашем, так сказать, пути и узнаем еще про ПЦР-тесты, что откуда и куда, сколько стоит и где мы будем сдавать. В общем, я не буду затягивать, погнали! Мы сейчас решили заказать дополнительный чемодан, чтобы у нас было два чемодана, чтобы обойтись без сумок, то есть будет у нас два чемодана, чуть позже покажу. Будет, значит, мой портфель полностью с техникой и также будет два рюкзака у пацанов с ихними игрушками. Еще сейчас я решил заказать батарейку для своей экшн-камеры, потому что вот этой батарейки хватает примерно на часа полтора, а флешки там у меня хватает на почти 6 часов. Поэтому лучше всего сейчас в поездке, так как выпуска будет еще очень много, лучше иметь сразу второй заряженный аккумулятор, это будет очень удобно. Сидим сейчас с Настенькой, выбираем, значит, квартиру, что нам забронировать. Мы вот прилетаем в Анталию, хотим дней 5 там где-то, ну, неделю максимум провести. И вот попали на такой вариант, он, получается, находится в двух километрах от пляжа, как пляж называется? Лара. Лара, ну, такой типоля знаменитый, там, центральный. Вот, и в 10 минутах, да, пешком, в 20 минутах пешком до вот этого шикарного водопада, который называется Дюденский или Дюденский водопад, который прямо из скалы так бьет и падает в море. Шикарно, это прямо какая-то мечта его увидеть. Вот, ну, такое нейтральное расположение. Посмотрим, мне как-то улицы так написаны и интересны. По номерам улица 2848, ну, и плюс ко всему, вот я вам вот так вот покажу, смотрите, зеленые зоны, это скверы и парки, то есть вокруг дома прям достаточное количество парков есть, там, допустим, затупить, взять что-нибудь это, пойти в парк погулять. Мы уедем в Аланию и с 18 до 18 декабря на месяц с вами с ними, потому что по 19, или даже 19, там, с 19 найдем что-нибудь по 19. А где ты будешь ночь ночевать? Ну, будем договариваться, значит, плюс один день, потому что нам, возможно, вдруг нам скажут, заступят не строго, выезжайте, тогда нам два парка. Ну, короче, да, в общем, ладно, мы что подумали и решили все-таки забронировать это жилье, потому что и к пляжу близко, и к водопаду к этому красивому близко, и парки рядом, и там есть детский уголок в квартире, и балкон есть, и кулер с водой есть. Ну, короче, вот по каким-то нашим личным симпатиям, вроде как норм, ну и ценник будет, если мы все-таки с 11, не по 16, а по 18 ноября берем, то у нас цена будет 1978 рублей ночь. То есть, я считаю, что, ну, нормальная цена, да? Вот, я сейчас нажимаю кнопку забронировать. Вот, скидка за неделю 400, сбор за услуги RNBNB, итого 16, 360. Сколько было за ночь? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7, 7 умножить на 1900, 13 тысяч. Вот, 2 на 7 ночей, это 14, скидка за неделю, и плюс сбор за услуги RNBNB, он еще просит, прикинь. Бесплатная отмена до 15.0.10 ноября, при отмене до 15.0.11 получается полный возврат за вычетом стоимости первой ночи и сбора за услуги. Положение применения уважения причин не распространяется, бронирование будет подтверждено, когда хозяин примет запрос в течение 24 часов, до тех пор деньги не спишутся. То есть, по сути, написать хозяину здесь еще можно, сообщить хозяину цель поездки и время прибытия. Введите код купона. Так. Ну, собственно... Прилетим, а сейчас мы перед вылетом ПЦР сдай, по прилету такси, плюс сразу пьем, плюс пожрать, погулять у нас сюда посмотреть, тоже бабки нужны. В общем, мы тут сидим, все совещаемся, совещаемся, все-таки такое самостоятельное путешествие, оно очень сильно упирается в финансы, потому что прилети, найди такси, заплати такси, возможно, какой-то автобус, либо трансфер. Вот сейчас тоже сидим, изучаем эти вопросы, плюс это же аренда, аренда посуточно, там такие есть темы, типа уборка оплачивается отдельно, где-то нужно при выезде оплачивать свет и воду, то есть, а тарифы примерно как здесь, да, у нас. И, короче, сидим и размышляем, все считаем, это на самом деле такой у нас какой-то получается сейчас мощный мозговой штурм. И вот сейчас тоже Настенька правильно говорит, что готовь котлету. Прервался наш выпуск, потому что позвонил курьер, сейчас нам привезет, мы заказали порошок, в выпусках я уже показывал, каким порошком мы стираем детские вещи, то есть, Миронечку, да, тоже покажу, возможно, многим это будет важно. И мы этот порошок будем брать с собой, ну, наверное, на первое время нам хватит, а там потом разузнаем, где можно покупать экологически. Я думаю, что, ну, в Турции, там, в Анталии можно будет найти. Да. Да. Так, ну вот и наш любимый порошок покажу для тех, кто не видел еще. Так, да, Настенька тут спрашивает, напишите в комментариях, кто знает, как провести порошок. В другую страну. Вот как его так упаковать, чтобы он вместе с нами доехал до Турции, потому что, конечно, он нам очень и очень нужен и очень-очень важен. Я напомню, что это не реклама, друзья, это лишь наша такая дельная рекомендация. Вот так он называется. Pure Water, если я правильно прочитал, на один килограмм равно шесть килограммам. Не понял, что это такое. Ну ладно, так, значит, здесь и как ручная стирка, так и для автомата сделано в России. Вот так вот, друзья, все это выглядит. Вот на паузу можно поставить, все почитать. Вот, вот эту сторону тоже давайте остановлю вам. Читайте. И, соответственно, с этой стороны тоже самое. Вот таким вот порошком мы пользуемся. И нам важно его, конечно, с собой в Турцию взять. Ну а чемодан, батарейку и все, что остальное я заказал, к сожалению, не покажу, потому что это должно прийти аж только 9 числа. Соответственно, в следующих видеороликах вы эту видите, я с вами поделюсь, что за чемодан, покажу там батарейку и штатив. Все это с вами вместе протестируем и посмотрим. Ну смотрите, я, например, захожу на другие варианты жилья. Он мне там еще пишет цену дополнительно за уборку. Здесь у него просто идет, вот так давайте вам покажу, значит, 2040 рублей, 7 ночей, скидка за неделю, он 427 рублей делает, сбор за услуги РНБНБ 2512 рублей, и того будет 16360. Ну, я не знаю, насчет дорого-недорого, в целом в сутки получится 2300, ну плюс на еду будет. Ну и, как говорится, едем за новым путешествием, за новыми эмоциями и, как говорится, за контентом. Поэтому, так, оплатить с помощью, добавить Apple Pay. Apple Pay, можно написать ему сообщение. Сейчас, наверное, напишем. Здравствуйте. Не знаю, по-нему, он русский или нет. Так, пишем, значит, здравствуйте. Мы прилетаем, прилетаем 11-го, 11-го в, забыл во сколько, сходил за билетом. Значит, мы прилетаем в 13.40, 11-го ноября. Сейчас мы ему так напишем. Мы прилетаем в 11-го, 11-го в 13.40. Вот, до центра 10 километров. Кто не смотрел выпуск, вот так у нас выглядят электронные билеты. Нужно еще, наверное, какую-то регистрацию будет проходить. И обязательно сдавать по ЦРТС. Но, на самом деле, если мы сегодня сейчас все-таки, как говорится, выдохнуем и забронируем жилье, то у нас будет такой один большой глобальный вопрос закрыт на проживание в Анталии. Я думаю, что недели нам плотного путешествия по Анталии нам на самом деле хватит. Но единственное, говорю, самая главная точка у нас в Анталии, это, конечно же, вот этот водопад. Безумно хочется его увидеть. Ребятки, все, Настенька тоже сказала, все, давай-давай бронировать, не будем тянуть, потому что потом еще что-нибудь не будет, либо ценник возрастет. Но просто я не видел этого жилья. Супер хозяин у него, статус здесь даже есть, написано так, снижена цена, стоимость ваших дат на 4639 рублей, ниже, чем средний тариф за ночь в последние 60 дней. Поэтому, я думаю, что да, стоит. Что-то я, короче, так переживаю, так волнуюсь, не знаю, все-таки какие-то вот эти путешествия за границу своим ходом никогда вот так не делал, ничего не знаешь, первый раз с детьми, одно дело, когда ты один, да, там, как бы пофигу. А когда ты летишь семейством, да еще с таким маленьким, конечно, очков жим-жим. Ну все, короче, давайте вместе с вами, друзья, я сейчас нажимаю на кнопку вот так вот запросить. Бронирование, адрес плательщика неверный. Что значит адрес плательщика? Выбор адреса плательщика. Так, не понял. Сейчас минуту разберусь. В общем, я не знаю, почему он меня просил что-то исправить, но нажимаем на «Править», домашний участник. Ну вот, все, готово. «Править», готово. «Чикс». Смотрите, для оплаты я нажимаю два раза вот на эту штуку. Считывает мое лицо, друзья. И «Баумс». И «Баумс». Проверяем платежную информацию. Сейчас, возможно, не факт, что сейчас спишутся деньги, но загрузка займет несколько минут. А, все, смотрите, у меня с Тинькова списалось 16 тысяч 360 рублей. Сейчас нужно здесь еще добавить всех гостей. Так, «Гость-2», полное имя. Баранчук. Анастасия Сергеевна. Так, Сергеевна. Электронная почта. Я, конечно, не совсем догоняю, вообще нужно ли это делать. Ну, окей, давайте ввел, отправить. Посмотрим. «Здравствуйте, Вячеслав. Вещь, чем заняться в городе Анталия». И вот он сразу накидывает, что здесь можно посмотреть. Да, вот этот амфитеатр, конечно, тоже хочу сходить. Вот. Ну, как бы, что, прикольно. Сейчас мы это тоже изучим, что здесь можно глянуть. Вот. Ну, и, конечно, куда-то сходим. О, есть водопад. Это значит, скорее всего, если мы туда дойдем, мы по моей такой маленькой традиции обязательно там покупаемся. Вот. Все. Больше впечатлений здесь еще можно нажать. Не сейчас. Так. Снова откройте поездки. Ну, типа как-то вроде все. Ну, крутяк. На самом деле, классно. Мы ни разу не пользовались Airbnb. Вот как только мы туда заедем, естественно, я поделюсь большим своим впечатлением, удобством от этой площадки. Обычно же как бы там по России двигаешься и букингом. То есть в букинге мы как бы там спецы какие-то, даже лайфхаки давали, особенно там по Крыму. И сейчас он забронировали. Я надеюсь, он там подтвердит. В течение суток он должен подтвердить. Но было написано, что деньги не списываются, а по факту денежки-то списались. Вот. Есть вариант отмены до 10-го числа отменить. Ну, мало ли там, да, что может произойти. Единственное, что идет возврат. Не возвращаются только вот деньги букинга. И еще первые сутки. То есть примерно если отменить, потеряем 3 700 где-то. Вот так вот. Ну, надеюсь, у нас все будет хорошо и ничего не будет. Поедем и заселимся. Так, ребятки, у нас остается еще один момент по поводу ПЦР-тестов узнать, да. Соответственно, я всегда обычно любые какие-то компании я ищу в навигаторе. Захожу в Яндекс.Карты, набираю типа слова там ПЦР, БАМС. И смотрим, что здесь есть на нашем районе. Так, значит, ну вот, как он называется. Гематест. Давайте посмотрим. Скидка до 30% на анализы до вакцинации от COVID. Нет, спасибо, не надо. Мы сейчас просто сюда позвоним. Требованиям нужно, чтобы он был сдать за 72 часа. Опять-таки, я знаю, что он уже какое-то время должен делаться. Поэтому я еще точно скажу, что мы вылетаем 11 числа. И какого числа нам к вам прийти и сдать. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы, значит, 11 ноября вылетаем в Турцию. И нам нужно сдать ПЦР-тест. Мы можем вам предложить ПЦР-тест со сроком выполнения 1 день. Данный срок выполнения 1 день. Результат получаете на следующий день в течение дня. Если вам уже вылетать 11, это, наверное, я так понимаю? Да. 11, да вылетает. То есть у вас в среду уже должны быть на руках документы. Они могут прийти в результат в течение дня, то есть утром, днем или вечером. Поэтому рекомендация сдать в повторник. Можно за сроком выполнения 1 день. В среду получаете результат в течение дня, в четверг полетаете. Так, ну, то есть 9-го числа мы сдаем. У меня 1-й, 2-222. Ну, что-то 2-200 много. Я думал, где-то это 1200 стоит, либо полторашку. Где-то 200 много. Ладно, я сейчас попробую еще что-нибудь поискать подешевле. И чуть позже скажу, получилось, не получилось. Я пока туда-сюда хожу по дому, какие-то вопросы решаю. В итоге, смотрите, мне пришло 4 уведомления на телефон. От IRONBNB ваша квитанция. Запрос на бронирование подтвержден. Дальше смс пришла в городе 3Т. Принят. И бронирование подтверждено. Вот так вот. По кайфу. Все подтвердили. Все здорово. Значит, мы, соответственно, с вами все это дело забронировали. Забронировали успешно. Вот, ваше бронирование подтверждено. Вы едете в город Мурат-Пхаса. Почему в город Мурат-Пхаса? Не понимаю. Анталия. Тимис. Луве. Что-то там. Короче, я не понял. Ну, да ладно. А, это, наверное, улица или район, короче. Вот, гости. Все указано. Правила въезда-выезда. Так, смотрите, еще вам покажу. Здесь, значит, можно посмотреть план поездки. И можно вот выбрать, например, как добраться. В общем, ребятки, я еще позвонил в ряд клиник. Везде либо такая же цена, либо дольше делаются. Где-то вообще срок изготовления аж целых 2 рабочих дня. Поэтому, если мы сдадим, например, 9-го, а точнее 8-го мы сдаем. 9-е, 10-е он будет только готов. И в 11-е по прилету он уже будет недействительным. Короче, вообще хрень получается. У нас остается вариант Екатерининская клиника. Там дешевле всего 1600 за 3-4 часа уже результат будет готов. Соответственно, единственное, что нам нужно туда доехать, да. Там, скорее всего, на такси. Плюсом будет там 500 туда, 500 обратно. Вот. Но зато это будет быстро. И даже 10-го числа мы можем выехать туда. Все сделать. И уже быть спокойным, что у нас все эти документы на руках. Плюс в Екатеринке, ПЦРке я сдавал. Уже, как говорится, проверено. Они действительно все прогружают на госуслуги и дают английскую версию и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, скорее всего, мы будем обращаться туда. Но это будет уже в следующих выпусках. Вот такой, ребята, у нас насыщенный день получился. Надеюсь, выпуск вам зашел. Понравилось жилье, которое мы сняли. Но чуть позже, через несколько дней, будет, конечно же, ром-тур, когда мы там приедем и заселимся. В общем, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди очень классный, сочный контент из Турции. И, конечно, я буду очень благодарен, если вы сделаете репост в свои социальные сети и отправите этот видеоролик, например, своему другу, подруге, знакомым, своим родственникам. Поставьте лайк, напишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok